Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щедников и сейчас я покажу вам очень любопытный опыт с вот этой стеклянной трубой. Ее длина составляет 1 метр, а в четверти длины, то есть 25 сантиметров от конца, вставлена металлическая сетка. А еще мне потребуется газовая горелка. Я для удобства опущу ее пониже и зажгу газ. А теперь накрою пламя горелки трубой и включу газ на полную катушку, чтобы сетка раскалилась до красна. А теперь я снимаю трубу с горелки и послушайте, как громко она гудит. Вот это явление было открыто голландским физиком Рейке, и поэтому само это устройство называется трубой Рейке. Его объяснение, ну такое достаточно непростое. В интернете зачастую встречаются слишком упрощенные объяснения, а мы пройдем все шаг за шагом и сейчас этим объяснением с вами займемся. Мы измерили частоту гудения трубы. Она оказалась равной 180 герцам. Ну теперь, зная частоту, мы можем найти длину волны. Для этого надо скорость звука поделить на частоту. Ну скорость звука в воздухе при 20 градусах Цельсия это 340 метров в секунду. А у нас воздух был подогрет в трубе. Ну допустим, что 360, тогда мы делим 360 на 180, получаем 2 метра. Значит это длина волны. А длина трубы, как я уже говорил, составляет 1 метр. Это означает, что длина трубы это половина длины волны. Ну и тем самым мы возбуждаем в трубе ее основной тон, полуволновое колебание, при котором воздух входит и выходит, колеблясь в концы трубы верхней и нижней. А в середине воздух неподвижен. Зато в середине имеется пучность давления, где давление то повышается, то понижается. А на краях трубы оно конечно близко к атмосферному. Эти собственные колебания можно услышать, если резко ударить по одному концу трубы. Вот так. Но мы видим, что сами по себе они очень быстро затухают. А это означает, что для того, чтобы они жили долго, им нужна подпитка. И эту подпитку энергия обеспечивает нагретая сетка. А как она ее обеспечивает? Ну, по-видимому, за счет того, что вверх по трубе течет воздух. Нагретая сетка создает тягу. И сейчас я покажу в связи с этим еще один опыт. Снова зажигаю горелку. Разогреваю сетку. Дам ей нагреться посильнее. А теперь смотрите. Труба в вертикальном положении гудит, а в горизонтальном перестает. А в вертикальном гудит. И вот так я могу включать и выключать эти колебания. Получается, что в горизонтальном положении собственные колебания не возбуждаются, потому что потока воздуха через трубу нет. Тяга не создается. И таким образом мы имеем с одной стороны периодические собственные колебания воздуха в трубе, а с другой стороны постоянно работающий нагреватель. И нам нужно обеспечить подкачку энергии от нагревателя к колебаниям. А для этого она должна подкачиваться не постоянно, а толчками в нужной фазе. И это означает, что в системе должен иметься некий клапан, который то открывается и дает подкачку энергии, то закрывается в такт с колебаниями. Ну а управлять эти клапаном будут сами колебания посредством обратной связи. Ну и такая колебательная система. Они говорят, что в ней происходят автоколебания. Ну и между прочим об автоколебаниях мы сняли уже некоторое количество роликов. Я внизу под этим роликом на них повешу ссылочки и рекомендую вам их пересмотреть. А теперь я на какое-то время отвлекусь от нашего теплового акустического генератора и рассмотрю пример более простой автоколебательной системы. Это индейская флейта Кена. Я подношу ее к губам и извлекаю звук при всех закрытых отверстиях. Самый низкий. А как эта флейта работает? Как возникает звук? Ну в самой трубке у нас могут возникнуть продольные колебания. Но эти колебания опять же даже возникнув они тут же погаснут, их надо усилить. И усиливаю я их с помощью струи воздуха, которая выдувается между губами и я ей обдуваю острый клин, находящийся вот здесь на входе. И теперь смотрите. На фазе, когда воздух расширяется, он выходит из отверстия и струя направлена вверх. А на фазе сжатия воздух захватывает за собой струю и она направлена вниз. Она входит в трубку. И вот когда струя входит в трубку, она подталкивает входящий туда воздух, сообщая ему некоторую энергию. А когда воздух выходит из этого конца, вот в этой фазе колебаний, струя поднимается наверх и она не тормозит выходящий воздух. Или если тормозит, то по крайней мере делает это гораздо более слабо. Поэтому получается, что за такт колебаний, вот эта направляющаяся то вниз, то вверх струя, она подкачивает энергию в собственные колебания воздуха в трубке. Ну а теперь давайте сравним между собой флейту и трубу рейки. Во флейте у нас имеются продольные колебания, и в трубе рейки имеются продольные конебания. Здесь все совершенно аналогично. Дальше. Во флейте я создаю ртом поток воздуха, который вдувается с этого конца. Здесь такой же поток воздуха создается с помощью нагретой сетки. И течет по трубе вверх. Ну а теперь, что касается клапана. Во флейте роль клапана играет вот этот клин, который связывает между собой колебания и поток. Так что поток подталкивает колебания в нужной фазе. А где здесь клин? Ну, очевидно, что поскольку у нас нет ничего в этой системе, кроме вот этой сетки, то эта сетка должна играть и роль рта, который создает постоянный поток, и роль клина, который регулирует подкачку энергии от этого потока к колебаниям. А теперь еще одно соображение, которое тоже будет лучше рассмотреть сперва на примере флейты. Но касаться оно будет температуры воздуха внутри флейты. А дело в том, что когда столб воздуха внутри флейты колеблется, то при каждом его сжатии температура воздуха внутри повышается, а при каждом расширении понижается, потому что эти колебания представляют собой адиабатический процесс. И теперь мы перейдем к таким же колебаниям внутри трубы Рики. И здесь я показал красным цветом, что на сжатии температура внутри повышается, а на расширение синим цветом показал, что температура понижается. Ну, и на эти колебания мне надо наложить сначала постоянный поток воздуха. Ну, понятное дело, что этот постоянный поток, если он не промодулирован, он никакой работы не совершает и энергии в колебания не вкладывает. Он то против направлен, то по. Но теперь самое интересное, как сетка работает в качестве клапана. А все дело в том, что когда у нас происходит сжатие и повышение соответствующей температуры, разность температур между сеткой и воздухом уменьшается. Уменьшается теплоотдача, и поэтому сетка дополнительно нагревается. Ну, правда, с некоторым запозданием фазы, конечно. И за счет этого нагрева усиливается поток. И вот этот дополнительный поток я изображу стрелочкой здесь. А на противоположной фазе все происходит наоборот. Воздух остыл. Это означает, что разность температуры между сеткой и воздухом увеличилась. Ну, и, соответственно, теплоотдача увеличилась, и сетка начала охлаждаться. Ну, а поскольку сетка охлаждается, то поток уменьшается, и это уменьшение потока, я покажу так, как будто есть вот этот поток, и небольшая стрелочка в противоположном направлении, а поток теперь составляет сумму этих двух стрелок. Ну, и, соответственно, вот этот вот колеблющийся поток, который показан маленькими стрелочками, воздух входит, и поток направлен по течению воздуха. А здесь воздух выходит, и этот поток, ну, как бы такой алгебраический, воображаемый, направлен против течения воздуха. Ну, и, соответственно, он все время подталкивает воздух и совершает положительную работу, таким образом вкладывая энергию в колебания, и вот так эта тепловая энергия в итоге преобразуется в колебательную. И теперь понятно, почему нет смысла ставить сетку ни в середине трубы, где изменение давления, конечно же, максимально, ни на краю трубы, где максимально скорость. Ну, в самом деле, если мы поставим сетку в середине, то здесь, конечно, у нас давление повышается и понижается, соответственно, повышается и понижается температура, и тяга будет переменной, но только поскольку колебательная скорость здесь равна нулю, то подталкивать этой тяге будет нечего. А если мы поставим сетку на конце, то наоборот, у нас здесь давление постоянное, атмосферное, ну, соответственно, и температура сетки будет постоянной, и поэтому, хотя воздух уходит туда и сюда, но подталкивать этот воздух будет нечем. Теперь понятно, почему сетку надо ставить в четверти длины от края, потому что здесь имеются и колебания давления, и колебания скорости. Но что будет, если мы поставим ее в четверти длины не от нижнего конца трубы, а от верхнего? Давайте посмотрим. Ну, в таком положении сразу мне ее, конечно, не нагреть. Поэтому я все-таки прогрею сетку вот в таком положении. Труба гудит. А теперь переверну вверх ногами. И гудение исчезло. Ну, давайте вернем трубу снова вот в это положение. И гудение восстановилось. Это означает, что труба не успела остыть. Но в положении сеткой вверх она все-таки не гудит. Ну, и наш заключительный вопрос и будет, почему она не гудит в таком состоянии? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Пока!